Реагировать надо, но не вспышками гнева и слез. Надо думать и подумать, что можно сделать. Добрый день, дорогие друзья! Михаил Ефимович Литвак за годы своей психологической практики помог большому количеству людей. Его книги расходятся огромными тиражами, а значит, можно смело утверждать, что советы этого человека работают. В этом видео вы услышите мнение профессионала о том, где женщине лучше всего искать себе мужа, почему нельзя под него подстраиваться и зачем нужно избегать мужчин, которые жить без тебя не могут. Михаил Литвак считает, что счастливых семей в современном обществе крайне мало. Если верить его подсчетам, то из 11 тысяч брачных союзов нашлось только три счастливых, остальные – это патология, сожительство двух несчастных людей. Причиной такой грустной статистики психолог считает отсутствие у людей правильного воспитания. Нас не учат, как выбирать себе вторую половинку. К примеру, Литвак проводил опрос, предоставляя возможность выбрать лучшее признание в любви. Варианты. Я не могу без тебя жить. Я никогда тебя не обижу. Давай вместе тянуть лямку жизни. 75% выбрали первый вариант. Михаил Ефимович негодует. Разве не слышно, что эти слова алкоголика или мужчины-ребенка? А вот искреннее, давай вместе тянуть лямку жизни. Практически никому не понравилось. Я не лысею. У меня низкие брови. А у меня пельмешки не свисают. У меня просто очень высокий пупок. Если любовь настоящая, то на протяжении времени она становится лишь сильнее. А вот если ее не было, все будет хуже и хуже, утверждает Литвак. Что касается восприятия брака мужчинами и женщинами, то, по мнению психолога, оно одинаково. Вот только мужчин и женщин кругом практически нет. Есть только брюка носителей и юбка носительницы. Перед тем, как создать семью, нужно стать мужчиной или женщиной. Вступать в брак должны физически здоровые, материально состоявшиеся и духовно развитые люди. Не связывайтесь с нищими непрофессионалами, подытожил Литвак. Психолог утверждает, что отношения, которые начались с секса, обречены на провал. На первом месте в любом союзе должно быть стоять общее мировоззрение. После этого общие гастрономические вкусы и лишь потом секс. А после него желание гладить друг друга. Тогда можно построить надежную семью. Человек переживает. Ну, повышается артериальное давление. Вот у нее эпиактивность. Какие-то опухоли она там нашла. Не знаю. У наших женщин есть три сексуальных расстройства. Педофилия, зоофилия и мазохизм. Во-первых, они берут мужа на воспитание. Во-вторых, живут с алкоголиками, которых смело можно приравнять к животным. И в-третьих, любят, когда над ними издеваются. Заявляет Литвак. По словам психолога, жестикуляция, манера одеваться и общение могут за несколько минут показать, совпадает ли твое мировоззрение с этим человеком. Со временем нужно выяснить сексуальные желания партнера. Имеется в виду, что мужчина, которому нужен секс по 50 минут три раза в день, и женщина, которой хватит трех минут один раз в месяц, никогда не смогут быть счастливы вместе. Также нужно научиться признавать свои ошибки. Не стоит тратить силы на перевоспитание партнера. Измениться можно лишь самому. Если промахнулась с выбором, расставайся и ищи дальше. А искать, кстати, нужно на работе. Только там человек показывает себя, каким он состоялся. Вечера встреч, ночные клубы – это всего лишь сборище лгунов. То, что женщины хотят выходить замуж за статусных мужчин – это правильно. Значит, созревают. Но нужно и самой быть статусной. Стоит признать, что у многих современных девушек психология латентной проститутки. Она готова отдаваться в постели и вести хозяйство. Лишь бы найти себе богатого мужа, который будет ее кормить и одевать. К сожалению, мужчин альфонсов тоже хватает. Жестко заявил психолог. Не стоит верить теориям, которые утверждают, что женщина должна вдохновлять мужчину. Настоящему мужчине не нужны вдохновления. Нельзя жить ради мужчины или женщины. Даже ради детей. В конце Литвак говорит о новых формах брака, которые стали популярны в последнее время. Гостевой брак не так уж плохо, как и гражданский. Бывает же, что люди живут вместе и все хорошо. А потом расписались и начались проблемы. Просто многие хотят чувствовать себя свободными. Хотя стоит признать, что для умного человека штамп в паспорте ничего не значит. Многие из вас посчитают слова Литвака слишком жестокими. Но думаю, именно так и нужно говорить правду. Этот парень на свободе. Вы оба подпадаете под программу защиты свидетелей. Что? Я не собираюсь провести остаток жизни со своим мужем. Как я вас понимаю?